Добро пожаловать на первое занятие восьмого сезона. Значит, кто-то меня не видит, вы можете выйти и зайти заново. Просто выйдите и зайдите заново по ссылке. Значит, всем вам предлагалось пройти предварительный тест для того, чтобы посмотреть, есть ли у вас видеокодеки, потому что многим видно и слышно. Соответственно, это, скорее всего, вопрос вашей истории, вашего кодека и так далее. 128 человек, 129 у нас онлайн, 130, 226 или 227 человек вообще в принципе у нас зарегистрировано. Сейчас люди будут подходить, кто-то будет загружаться, кто-то будет перезагружаться, поэтому мы сейчас чуть-чуть дадим возможность людям позвонить в техническую поддержку. Напоминаю, у вас в письме есть почта технической поддержки, вы сможете всегда узнать. Скорее всего, у вас там какой-нибудь флеш-плеер не установлен и так далее. Если у меня вопрос к вам, пожалуйста, в чате напишите, кто смотрит с телефонов. Мне вот эта техническая часть очень важна. А кто смотрит с телефонов, пожалуйста, скажите, а я с телефона? Значит, супер, а с телефона работает. Значит, теперь мне нужно, кто смотрит с этого айфона, кто смотрит с андроида. Напишите, я с айфона или там я с самсунга. Айфон работает, вижу айфон, андроид. Ничего себе у нас чат активный какой. Айфон, айфон, андроид, с телефона. То есть программа работает для мобильных устройств, все прекрасно. Айпад, видите, у нас есть люди с айфона. Айпад, айпод. Ну, вам нужно протестировать историю звука, было перед началом, начало занятия. Там же у вас есть пройти тест. Насколько ваша система поддерживает всю эту историю. И у вас ваш бы тест показал. Выйдите сейчас и зайдите заново в письмо. Пройдите тест на вашей системе. У вас система сама определит, почему у вас нет звука или почему у вас нет видео. Все, система сама подскажет. У меня айфон прошла тест, и все окей. Ну, конечно же, понимаете, люди игнорируют это пожелание. Потому что в тесте вам система сама бы все подсказала. Вот девушка пишет, что у нее айфон, прошла тест, и все окей. Видите, как девочка все время, девушки нервничают, потом они проходят тест, и все окей. Вот так же и у нас. Нервничала, прошла тест, и все хорошо. Я перезашла, и все нормально. Ирина нам подсказывает. Ребят, тоже, пожалуйста, перезайдите, может быть, это поможет. Ура, я вошла. Мы за вас очень рады. Супер. Ну, молодец. Хорошо. Итак, good, good, good. Участники. Сколько нас? 130 человек онлайн присутствует. Ну, в принципе, у нас такая статистика и была всегда. Сейчас мы начнем, не суетитесь. Ребята, у меня к вам еще один вопрос. Все ли видели небольшой опрос перед регистрацией? Видели три вопроса, да? Все ответили, потому что для меня эта статистика важна. Все ответили там, сколько вы меня знаете, были ли вы раньше. Ответили, да? Все ответили, да? Супер. Спасибо вам большое. Ну, что же. Не будем тогда долго. Уже 8 минут. Они, в принципе, погоды не делают. Я думаю, что ребята сейчас какие-то дорабатывают свои технические аспекты. Но в любом случае вы получите копию занятий, поэтому не стоит сильно переживать. Если у вас в этот раз не получится из-за отсутствия тестирования, собственно говоря, как-то поучаствовать, посмотрите первое занятие в копии, а затем уже вы будете участвовать полноценно. Хорошо? Я сейчас обращаюсь к тем, кто не сможет принять участие. Окей? То есть не надо бояться. Чтобы с айфона, Антон, надо скачать приложение в App Store. В приглашенном, в пригласительном письме тоже есть ссылка для айфона. Через App Store скачиваете, регистрируетесь, получая, открываете через ссылку и заходите. Вот. Собственно говоря, эта система, которой вы сегодня пользуетесь, самая дорогая в Российской Федерации на рынке. Она стоит не одну тысячу долларов. Там, где мы сегодня находимся, это не одна и даже не две и даже не три тысячи долларов, поверьте мне. Поэтому здесь есть всё. Для вашего удобства просто нужно чуть-чуть, соответственно, пошевелиться, где-то скачать до телефона в App Store, где-то в Google Play программу, где-то пройти тестирование программы. И всё будет хорошо. Да, то есть программа, которым я теперь в этом году пользуюсь, самая такая технологичная, самая лучшая и самая дорогая. Больше двухсот тысяч рублей она стоит. Кому интересно. Понравилось всем письмо регистрации? Всем бы было... Пока ребята настраиваются, всегда была ли удобная регистрация, всё понравилось, проблем нет? Письма пришли. Хорошо. Скажите, а вы получали письма за час, за 15 минут? Напоминалки приходили вам за 15 минут, что мы начинаем? Приходили, да? Супер. Ну, я обещал инвестировать много денег в технологии и в удобство, и в сервис, да? И видите, что я стараюсь, мы меняемся, потому что многие годы я работал, скажем так, на коленке и собирал немаленькую аудиторию. И люди ко мне подошли, сказали, Лёш, у тебя такой охрененный контент, ты такой интересный товарищ, ну что же у тебя всё, блядь, как у динозавра-то, а? Дай мы тебе поможем. Дай нам полмиллиона рублей, и мы тебе всё сделаем. Ну, примерно это так выглядело. Вот. В общем, сейчас только этот процесс начался. Переход Алексея Юрьевича из динозавра во что-то современное, вы свидетели этого. Ну что, давайте начинать. Я думаю, что все, кто... Да, записи вебинара тоже. Ты-ты-ты-ры-ты-ты-ты. Ну что, кто... сколько у нас? 135 человек до нас сейчас онлайн дошло. Всего должно быть 227. Ну, я думаю, что кто-то посмотрит в копии, многие будут смотреть изначально в копии, как показывают 7 предыдущих сезонов. При регистрации в 220 человек обычно онлайн действительно 130. Это нормально. Окей. Сразу вам хочу сказать, можете передать страдающим неврозами людям, значит... Значит, сразу хочу передать всем страдающим неврозам, да, что данное первое занятие мы, скорее всего, выложим в свободный доступ, как мы это делали по традиции. Соответственно, все пользователи сети YouTube, мои подписчики, смогут посмотреть первое занятие в свободном доступе для того, чтобы ответить на себя, для себя на какие-то вопросы, понять какие-то вещи и пожалеть о том, что они не пошли на восьмой сезон. Да? Окей. По поводу растягивания окон я потом уточню у техподдержки. Наверняка это сделать можно, просто нужно мне убрать, я думаю, что просто картинку и просто вместо картинки мою рожицу, собственно говоря, видимо поставить, да. Вот, но я думаю, что лучше сейчас этого не делать, дабы не сбить нам с вами трансляцию, окей? Я думаю, что вы потерпите на первый раз меня... А я совсем маленький, да? Картинка растягивается, Андрей Фил пишет нам. Нормально, говорят? Все, давайте с технической частью угомонимся, окей? Итак, добро пожаловать на восьмой сезон, мы его анонсировали буквально с начала января, все вы познакомились с нашим менеджером, которого зовут Павел, давайте ему скажем большое спасибо за то, что он помог вам прийти сюда, за то, что он помог донести ту информацию, которую я хочу донести до вас, о том, что это важно, о том, что нужно заниматься. Павел старался как мог, он очень ответственно подошел к каждому человеку и попытался даже войти в суть проблематики каждого из звонящего, и зарегистрировать 220 с лишним человек практически в лично, это не так уж и просто, поверьте. Вот, поэтому давайте ему скажем большое спасибо, и он же вас будет консультировать по кейсам и по дальнейшим путем взаимодействия, если вам это потребуется. Сегодняшнее первое занятие нам мы посвящаем вегетососудистой дистонии, мы посвящаем неврозам, посвящаем причинно-следственной связи, мы посвящаем основной методике терапии, о том, что мы будем с вами делать, и о том, каким же, собственно говоря, образом ваше хреновое состояние будет корректироваться посредством какой-то болтовни, тем более еще и онлайн, потому что наверняка у подавляющего большинства людей есть какие-то такие, наверное, сомнения о том, что, ну, как это вообще, собственно говоря, работает, вот, поэтому я думаю, что здесь я сегодня на это вам отвечу подробно, вот, соответственно, давайте начнем с того, что вы все обратились ко мне, я буду подходить к вам как к новичкам, потому что у нас первое занятие. Хорошо, как будто вы вот только недавно меня нашли, как будто вы вот только-только столкнулись с паникой, как будто вы только-только столкнулись с вегетатикой, как будто вы только-только столкнулись с обсессиями, навязчивыми мыслями, Ну, столкнулись, может быть, вы давно, но нашли вы меня недавно. Давайте начнём с того, что же вообще произошло. И депрессия в том числе тоже будет. Что же с вами произошло? С вами произошло следующее. Многие врачи или какие-то средства массовой информации говорят о том, что вегетососудистая дистония – это какая-то проблема с сосудами. Что это проблема наследственная, или это проблема сосудистая, или это проблема генетическая. Надо свыкнуться, надо смириться, лечения не существует. И здесь, конечно, люди впадают в ужас, потому что они говорят, «Блядь, ну было же нормально. Ну было же нормально. Я нормально бегал, прыгал, бухал, занимался спортом, не спал ночами, запивал всё это кофе Red Bull'ом, и было всё хорошо». «Ну как оно не лечится? Что же со мной произошло такое? Почему не лечится? Вы скажите, что сломалось? Вы скажите, где сломалось? Вы скажите, что выпить? Что сделать надо? Потому что мне доктор хреново». И здесь начинается вся проблема в Российской Федерации. Суть этой проблемы заключается в том, что та психосоматическая структура, которая с вами произошла, это тахикардия, это экстрасистолы, это ком в горле, нехватка воздуха, это диарея, это дисфункция кишечника и желудка, это постоянное чувство страха. Наши клиенты говорят, «Я никогда не боялась пить таблетки, я никогда не боялась далеко ездить. Я вообще могла одна поехать в лес и вообще могла в этом лесу ночевать, ничего не боялась. Сейчас я боюсь далеко пойти одна, без мужа, без сестры, без брата, потому что мне реально страшно. Со мной происходят какие-то проблемы с организмом, и я боюсь, что со мной что-то произойдёт, или у меня есть такое ощущение, что я сойду с ума, надо просто вот, чтобы со мной рядом кто-то был. Потому что если я начну сходить с ума, собственно, говоря, надо, чтобы мне кто-то помогал, надо, чтобы мне кто-то меня в себя привёл быстро в чувства. И вот так люди начинают замыкаться, вот так люди начинают не понимать, что с ними происходит. И теряется, естественно, доверие к себе, теряется ощущение, что человек вообще чем-то управляет, ему кажется, что организм начинает работать сам по себе, он сам по себе может пойти в разнос, он сам по себе может что-то выдать, он сам по себе может как-то плясать, и сам по себе может сойти с ума, и человек пытается собрать последние остатки силы воли, чтобы только не сойти с ума, и чтобы только не плюхнуться там на улице и так далее. Знакомо? Вот всё, что я сейчас перечислил, что у него случится инфаркт, вдруг там инсульт, дома одному будет страшно, далеко ходить страшно, работать не могу, потому что какой бизнес нахер, потому что у меня тут сердцем проблемы, я сейчас помру, нахрена мне эти деньги, нахрена мне эта карьера, нахрена мне всё это надо, когда у меня вообще мысли совершенно о другом, да, и вот это как раз та самая первичная часть, о которой я сегодня бы хотел рассказать тем ребятам, которых принято называть новички, да, вот собственно говоря новичкам, это сейчас первая вступительная часть, наверное, будет посвящена. Значит, если с вами произошла вот такая вот катавасия и такая вот петрушка, зрение падает, концентрация, конечно же. Надо первое, что сказать себе, что не нужно суетиться, не надо бегать по врачам, не надо искать в себе соответствие болезни вашим симптомам в интернете, в Яндексе, в Гугле, писать симптомы инфаркта, симптомы инсульта, симптомы шизофрении, симптомы рака этого, синдрома рака этого, синдрома рака этого и так далее. Про СРК я не только расскажу, а что я толку, я тоже расскажу, я буду пояснять более глубоко. Не надо писать вот эту всю историю про симптоматику, да. Надо себе объяснить следующее. Со мной произошло эмоциональное нервное расстройство. Я сам себя довёл до такого состояния, где мой организм уже начинает вот такие вот, скажем так, кренделявы давать, что ли, да. И это не смертельная проблема. От этого никто в природе, в медицине не умер. Потому что люди же думают, что это симптомы какой-то болезни. Но на самом деле это не так. Надо себе первое успокоить по возможности тем, чтобы вы сами себе сказали. То, что происходит, это проявление моего эмоционального перекипания. Моего эмоционального перенасыщения. Так проявляются неврозы. Всем это понятно? Вот на базовом вещи. Что тахикардия, экстрасистола, перепады давления, головокружение, тошнота, чувство нехватка воздуха, состояние, что вот-вот куда-то денется контроль, внутренний тремор, внутренняя суета, падение слабости, сил. Вся вот эта история. Вот на первом этапе я хочу, чтобы вы поняли, что эта история про то, что вы должны себе объяснить, что есть эмоциональное расстройство. Бегать по врачам, бегать по колоноскопиям здесь не нужно. Мы на этом сезоне будем заниматься не рассказом про ВСД, а мы будем заниматься конкретными технологиями пошагово от панических атак, агорафобии, навязчивых мыслей до самой методики когнитинно-поведенческой психотерапии, где вам придется ежедневно вести определенные записи, думаю, что вы про них слышали. Так? Вот это очень важный момент. Поэтому, новички, вам необходимо первое, давайте сейчас остановимся в чате, пожалуйста, перестаньте писать в чате. Перестаньте писать в чате, я вас очень прошу, поэтому пишем вместе со мной. Первое. Обследование. То есть, первое, что необходимо сделать, это обследоваться. Первое, что вы делаете, вы делаете обследование. Ребят, пожалуйста, хорэ. Дайте мне подписать, пожалуйста, в чате. Первое – это обследование. Целью обследования является отсечение истинной органической патологии органов и систем для того, чтобы успокоить себя, своих близких, родственников и так далее. Потому что если бы вы болели какой-то болезнью серьезной органной, то на обследовании мы бы это увидели. Если бы у вас были симптомы рака, мы бы увидели новообразование той или иной стадии. Если бы у вас была какая-то закупорка, какая-то сильнейшая патология, какая-то патология органа, системы, бронхиальная астма, еще какие-то проблемы, мы это увидим на обследованиях с помощью ультразвука, с помощью магнитной резонансной томографии, с помощью контрастной вспомогательной системы при томографии, с помощью высокоточных молекулярных исследований крови и так далее. То есть все это можно увидеть. И если у вас серьезное заболевание, пропустить его очень и очень нелегко. Особенно это касается онкологии, особенно это касается неврологии. Если у вас проблемы с кровотоком головного мозга, сильные проблемы, если у вас серьезные какие-то органные, очаговые повреждения в головном мозге, все это будет видно и конкретно представлено. Поэтому первое, что мы делаем, это обследование. Но большинство наших клиентов 99,9% прошли эти обследования, прошли их неоднократно. Так? Так. И все эти неоднократные обследования говорят примерно следующее. В целом у вас все хорошо. Есть какие-то небольшие особенности нормы, есть какие-то небольшие особенности строения, но в целом мы не видим какой-то серьезной патологии, в целом мы не видим ничего. И вот здесь возникает еще одна проблема, где вы говорите, да ядрен батон, ну мне же так хреново, значит должна же быть какая-то болезнь, а ее нету. Что же искать? И вы продолжаете искать, да? Вы продолжаете искать, вы продолжаете мучиться, вы продолжаете вот искать в себе эту проблему, да? Вы продолжаете искать в себе вот эту вот болезнь и тем самым оттягиваете правильный путь вашей терапии. И еще раз вам говорю, после того, как вы прошли обследование, где не нашлось органической патологии, вы всего лишь навсего делаете следующее. Вы объясняете себе, что нету никакой проблемы. Нету никакой проблемы. И вам всего лишь навсего необходимо делать что? Необходимо заниматься эмоциональной коррекцией. Поэтому пишем, да, вместе со мной, но я не буду сейчас писать, пишем необходимо эмоциональная коррекция. Мы называем это эмоциональной коррекцией, называете это психотерапией, называете это как угодно. Понятно? Если в обследованиях у вас найдется органическая патология, если в обследованиях у вас найдется какая-то серьезная органика, вы приступаете к терапии найденной органической патологии с помощью тех врачей, которые профилируются по этому профилю, параллельно рассматриваете варианты психотерапии и так далее. Но тут надо понимать, что это за патология. В большинстве случаев та патология, которая найдена, не может создавать тех симптомов, которые вы описываете. Я приведу пример с неврологии. Хотите? У многих наших пациентов при обследовании случайно находят нарушение гемодинамики, малого круга кровообращения в висцеральных артериях шеи, да, где вход может быть сужен или какая-то врожденная аномалия, изгибы, где могут быть какие-то специфические строения именно кровотока, да. И вот здесь надо понимать, что неврозы и ВСД никакого отношения к вашим вестебральным артериям не имеют. Нарушение кровотока путем специфической анатомии ваших артерий – это органная анатомическая особенность, либо врожденная, либо приобретенная путем хронической артериальной гипертензии, например, где сосуды подстраиваются под имеющуюся проблему в виде повышенного давления, если, например, они как-то изгибаются, да, изгибание сосудов из цепральных на входе – это подстройка для того, чтобы не такое сильное давление входило в голову, грубо говоря. Поэтому здесь вы обращаетесь к неврологу с целью терапии, которая поможет вашим сосудам быть более эластичными, с целью более хорошего питания и насыщения кислородом клеток головного мозга. Это какие-то препараты капельного введения, это какие-то препараты ноотропного характера. В общем, вы консультируетесь с неврологами по вопросу питания метаболическими средствами по вопросам улучшения кровообращения головного мозга, улучшения так называемого клеточного дыхания и так далее. Но здесь возникает вопрос о причинах и следствиях. Если ваши висцевральные артерии врождённо искривлены и это врождённая аномалия, то это вопрос неврологов, которые дадут вам квалифицированный ответ, необходимо ли оперировать или нет. Но, скорее всего, вам скажут, что ваше общее состояние тревоги, паники, плохого самочувствия не может быть вызвано подобными нарушениями. Потому что, скорее всего, вы эти нарушения увидели, скажем так, путём исследования себя при тревожности. Согласны же? Вы бы о них никогда не узнали. Вы бы о них никогда не узнали, если бы вы не стали изучать это. Поэтому нарушения какие-то есть приспособительные, но они не могут давать страх, панику, навязчивые мысли. Они не могут давать вот эту вот всю тревожно-обсессивно-компульсивную петрушку ипохандрическую. Да, они могут улучшать, ухудшать внимание, да, они могут ухудшать общую концентрацию, да, они могут увеличивать головные боли и так далее и тому подобное. Но тревогу, панику, навязчивые мысли создавать подобные неврологические нарушения не могут. Поэтому тут надо отделить котлет от мух и понимать, что есть патология неврологии, что есть патология психологии. Окей? Кто меня понимает, поднимаем руки и говорим, я понимаю. Ну, в данном случае пишем, я. Нормально, да? Супер, заходит. Заходит или не заходит? Я вот так вот для новичков, чтобы просто разжевать так, чтобы уже разжевать так, чтобы просто уже разжевано совсем было. Супер. Поэтому тут причин и следствие возникают у нас. Но если у нас висцебральные артерии, висцебральные артерии искривлены и вход в ствол, грубо говоря, головного мозга искривлен за счет гипертензии, артериальная гипертензия – это эмоциональная проблема. Это проблема как раз эмоционального характера. Врачи называют генез, да? Эмоционального генеза. И здесь надо понимать, что мы принимаем сосудистые препараты системно-капельного введения, да? И мы принимаем психотерапию эмоциональной коррекции для того, чтобы снять причину этих эмоциональных всплесков и бурь в стакане, которые вызывают ту самую гипертензию, которая вызывает изменение анатомии висцеральных артерий. Это понятно? То есть сочетано. Сочетано. Далее спускаемся чуть ниже. Нарушение функции дыхания. А что непонятно, Галина, не совсем? Поясните, пожалуйста. Далее спускаемся ниже. Галина, поясните, что вам непонятно, пожалуйста. Я уточню. Нарушение функции дыхания. Нарушение так называемого полного вдоха, да? Многие из нас боятся или не могут вдохнуть полной грудью, да? Они говорят, как будто сдавливает что-то. Не могу полностью расслабиться и вдохнуть, как будто не хватает воздуха, хочется как-то вот надышаться, а надышаться не могу, да? Или кажется, что как будто оно проваливается, это дыхание, там, и так далее. Здесь тоже следующее исследование, да? Есть такое направление медицины. Оно называется пульмонология. Пульмонология. И врачи-пульмонологи. Да? Соответственно, здесь необходимо понимать, что есть такое заболевание, как нарушение функции дыхания или бронхиальной астмы, да? И вот здесь надо кое-что и понять, что когда вы проходите обследование и в вашем анамнезе, в ваших жалобах есть нарушение на дыхание, на неполноту вдоха, на то, что вы, кажется, задыхаетесь, не можете надышаться. Есть врачи-пульмонологи, которые проведут функцию дыхания. Знаете, кто проходил функцию дыхания? Да? Функцию дыхания на объем потребляемого кислорода, на объем вдоха. Кто знает, что такое сипация? Да? Не знает. На пальчик надевали вам какой-нибудь датчик такой. На пальчик. Ну, только кто знает? О, кто знает. На пальчик надевают. Это датчик измеряет количество кислорода, да? Количество насыщаемости кислородом крови, да? И тут как раз тоже пульмонологи могут посмотреть, насколько ваши легкие функционально обеспечивают объем кислорода. Проводятся определенные тесты и исключается бронхиальная астма. Ребятки, внимание, пожалуйста. Все остальное, все остальное является функциональным эмоциональным нарушением. Все меня понимают? Эмоциональным. Действительно, человек, который находится в длительной тревоге, в длительном стрессе, ну, например, вы домохозяйка, которая, простите меня за мой французский, заебалась с этим мужем и детьми, и уже не знает, как что-то вот сделать, а мы будем говорить на всех наших восьми занятиях очень много о том, кто о чем заебался, и о мужьях, и о женах, и о детях, и о возрасте, и о претензиях к обществу, и о претензиях к себе, и о состоянии безвыходности, и о состоянии обреченности в жизни, и о состоянии нереализации, и о состоянии непринятого решения. В общем, все то, что привело вас к вот этой функциональной проблематике. Первая книжка, которую я вам рекомендую всем к прочтению. Пишем. Берем ручки и пишем. Берем ручки и пишем. Первое. Правило номер один сезона Алексея Красикова. Писать в чате только тогда, когда Алексей сказал ваши вопросы. Если какая-нибудь участница или участник напишет сейчас в чате какой-нибудь комментарий торжественный, без моего ведома вы получите желтую карточку. Если вы это сделаете второй раз, вы получите красную и будете дисквалифицированы на занятия. Если вы будете нарушать системно, вы будете дисквалифицированы в принципе. Это очень важно. Помимо того, что вы меня отвлекаете, вы отвлекаете других, но вы еще должны уметь дисциплинироваться. Потому что у вас с дисциплиной все очень плохо. Не только в терапии будет плохо с дисциплиной, потому что вы ни хрена делать не будете, то что делать надо. У вас еще и по жизни не очень хорошо с дисциплиной. Это не чат жалоб, Денис. Это чат вопросов, когда я их буду просить задать. Все. С этого момента, если кто-то в чате напишет, получит бан. Благо система позволяет. Система позволяет дать вам бан и вас заблокировать. Умнички. Пишем. Второе. Первая книга к изучению. Прежде чем мы приступим к когнитивно-поведенческой психотерапии неврозов, я вам очень рекомендую изучить работы по психосоматике. Есть такой автор. Зовут его Франц Александер. Франц Александер. Работа называется «Психосоматическая медицина». Психосоматическая медицина. Рекомендую купить, заказать, скачать, найти эту книгу. Я постараюсь ее найти в электронном виде. Вам ее дам в группе. В закрытой группе. Все вступили, надеюсь, в закрытую группу. Не надо сейчас писать, что вступили или не вступили. Я сейчас объясню. Когда вы регистрировались на вебинар, на восьмой сезон покупали, у вас была ссылка. Проверьте эту почту. Там есть ссылка на закрытую группу ВКонтакте, в которой я буду для восьмого сезона и всех участников скидывать всякие полезные ништяки. Если кто-то не зарегистрировался в группе, перейдите по ссылке письмо, где вы получали вебинары. Если кто-то потерял это письмо или кто-то не понял, что за ссылка, напишите Тане, она вам подскажет. Завтра, соответственно. Первая книга, которую я рекомендую всем любителям интеллектуального чтения, понимания, медицины и психосоматики, почитайте Франца Александера «Психосоматическая медицина». Там и про астму, там и про сердце, там и про кишечник, там и про вашу вегетатику, и про кожные заболевания, и про сердечные проблемы, и про кишечные, легочные. В общем, там очень-очень интересно. Найдете много полезного, отвечающего на многие вопросы. Движемся дальше по диагностике и первичному пониманию проблематики. Значит, пульмонологи, делая функцию дыхания, сипации функции дыхания, исключая бронхиальную астму, все остальное является временным функциональным нарушением, которое связано с эмоциональным перекосом. Когда животное, а мы с вами животные, находится в стрессе, все его функции организма начинают работать усиленно. И нам кажется, что они работают как-то нестандартно. Но на самом деле они работают просто усиленно. Поэтому вот эта функция дыхания – это проявление эмоционального напряжения. Дальше спускаемся. Сердце. Если вы жалуетесь на боли в области сердца, если вы жалуетесь на боли в груди, на чувство жара, на чувство давления, сдавливания, на экстрасистолы, это удары в груди, ощущение замирания или провалов в сердце, или еще на что-либо, как вам кажется, сердечного генеза происхождения, топаем кардиологу и делаем следующее исследование. Стандартная электрокардиограмма, стандартный ультразвук и желательно сделать велгометрию и мониторинг по холтеру. Это вот четыре исследования, которые кардиофобам очень должны помочь. ЭКГ, ультразвук, велгометрию в нагрузке – это вас подключают датчиками, сажают на велосипед или ставят на беговую дорожку и заставляют вас выйти на 85% режим работы сердца в соотношении вашему возрасту. Врачи прекрасно знают, что максимальный ЧСС рассчитывается по формуле 220 минус возраст. И врачи, естественно, так вас и будут тестировать. Они сделают следующую формулу – 220 минус возраст и минус 20%. Они высчитают средний пульс по этой самой формуле и попробуют разогнать ваш пульс за определенное время, за определенную нагрузку до режима 160-175 и будут смотреть, как балансирует ваш подъем пульса, ваш подъем давления. И все это будет на мониторах очень хорошо видно. Когда ваш пульс достигнет 85%, это будет пульс примерно 160-165, 170, может быть 175, давление будет 200-210. Это естественное здоровое давление для нагрузки. И врачи-кардиологи прекрасно это знают. Главная задача биологометрии – посмотреть, как ваша сердечно-сосудистая система входит в нагрузку и как она из нагрузки выходит. Потом вам постепенно дадут снижение нагрузки и посмотрят, за какое время пульс будет восстанавливаться. Если ваш пульс восстанавливается очень плохо и в течение 5-10 минут пульс не снижается до определенных физиологически правильных, опять же рассчитываемых по формуле показателей, существуют формулы, которые позволяют понять выносливость сердца, выносливость миокарда, приспособительные функции окислительно-восстановительных реакций, когда после 85% нагрузки за 5 минут пульс должен прийти в определенную зону. Если пульс в эту зону не приходит, это говорит о том, что сердце не очень тренировано. Ему требуется больший объем сокращений для определенно восстановительных реакций в организме. Тогда просто ставится синдром растренированного сердца, грубо говоря, и кардиологи назначают физкультуру при правильной кардиотренировке. Если надо, я вам расскажу об этом чуть позже. Как правильно тренировать сердечно-сосудистую выносливость, чтобы ваш пульс в среднем был средний и быстро восстанавливался. То есть, после пика, например, пик 170, и через 5 минут у вас уже 90-85. Есть определенные нормы, я обо них во всех вам буду рассказывать. И как это тренировать? Это тренировать придется в наличии либо беговой дорожки, либо велосипеда дома. Я вам все покажу, кому это нужно. Вообще, в принципе, всем это желательно, чтобы вы тренировали ваш миокард, чтобы он насыщался кислородом более качественно, чтобы он более качественно сердце сокращалось и так далее. Значит, Наталья, у вас сейчас будет первый, собственно говоря, уже желтая карточка. Еще одна, и вы покинете нас. Значит, далее, по поводу сердца. Когда вы прошли все эти обследования, вам необходимо понять, что если кардиологи, мониторинг по холтеру – это такая штучка, которая вешается на ваш организм для того, чтобы записать в течение сутки ваш ритм. Мониторинг по холтеру бывает двух типов. Он бывает электрокардиографический, который снимает ЭКГ, и бывает давление, которое считывает в течение суток. Вам придется в течение суток походить с таким приборчиком и дневником, чтобы записать показатели, чтобы записать то, чем вы занимаетесь. Вас врачи попросят записать, когда вы нервничали, вас врачи попросят записать, когда вы были спокойны, вас врачи попросят записать, когда вы поднимаетесь по лестнице, когда вы спите, когда вы проснулись. И потом будет расшифровка этих данных, и на показаниях электрокардиографа по Холтеру врачи увидят полностью ритм ваших желудочков, предсердий за 24 часа исследования. На сегодняшний день считается самым стопроцентным показанием, простите, стопроцентным практически качественным исследованием, и это исследование по Холтеру Татьяна. Хватит, я просил, не отвлекайте меня. Эхо у вас продолжается, а не у меня. Значит, на сегодняшний день самым эффективным кардиологическим исследованием считается следующее. Мониторинг по Холтеру в течение 24 часов и велгометрия с ультразвуком. Всё. То есть, если вы сделали ультразвук, прошли велгометрию и сделали мониторинг суточный по Холтеру, на котором не выявлено никакой серьёзной органы и патологически-аритмической патологии, беспокоиться за сердце вам не нужно. А вот страх за сердце, внимание к сердцу, какие-то области напряжения, боли и так далее, это функциональная проблема. Причём боли в области сердца, которые описывают наши клиенты, к сердцу никакого отношения не имеют. Потому что вот тут заканчивается моя грудь, да, и в основном у вас болит вот здесь. Колит, ёкает, пронзает, сжимает где-то здесь. Здесь проходят нервы в межрёберных окончаниях, в межрёберном отделе, и защемление нервов иногда иннервирует в эту область. Но к сердцу это никакого отношения не имеется, а кажется, что сердце. Сердце находится за грудиной, немного смещённое влево, где-то вот здесь практически. Вот здесь. Вот здесь сердце находится. Практически между двумя долями лёгких. Вот так доля лёгких располагается, а тут сердце располагается. Поэтому сердечные проблемы локализуются именно вот тут в основном, а не вот здесь, где вам кажется. И у сердца нет нервных окончаний. Оно не колет, не пронзает, оно не жмёт и так далее. Поэтому страх за сердце, тахикардия, экстрасистолы – это показатель эмоциональный. Опять же, который нуждается в эмоциональной коррекции, которой мы с вами и займёмся. Дальше спускаемся. Желудок, кишечник. Есть такой врач, которого называют гастроэнтеролог. Соответственно, какие могут быть жалобы по желудку? Но прежде всего, это невротическая тошнота, невротическая рвота. Это боли в эпигастральной области. Давайте сразу спустимся к кишечнику. Самая главная жалоба наших клиентов с ВСД по кишечному вопросу – это газообразование, это диарея или запоры. В основном, большинство – это диареи. Существует даже отдельный вид невротического расстройства, точнее, функционального расстройства. Все знают – это синдром раздражённого кишечника. Те, кто страдает синдромом раздражённого кишечника, я вас поздравляю, вы правильно попали в правильное место. Как и те, кто страдает страхом за сердце, так и те, кто страдает страхом сойти с ума, так и те, кто страдает эмоциональным перекосом в том числе. Так вот, диагностика. Конечно же, здесь немного неприятнее исследование, в отличие от пульмонологии, в отличие от сердечных исследований, неврологии, где надо просто на томограф сходить с ультразвуком. Здесь всё-таки органы находятся таким образом, что правильное исследование требует эндоскопического исследования. Соответственно, показано раз в год любому человеку, который жалуется или не жалуется, делать эндоскопические исследования двух этих органов. Связано это с тем, что желудок и кишечник не имеют рецепторов, особенно это кишечник касается, именно таких явно болевых, что ли, да, особенно кишечник, и новообразование, которое образуется на стенке желудка, новообразование, которое образуется на кишечнике, не всегда испытывают болевые ощущения. Особенно надо понимать, что опухоли многие выделяют специальный токсин, который действует подобно анестезии местной. И болевые ощущения в кишечнике, и болевые ощущения в желудке образуются тогда, когда опухоль проросла стенки эпителия, стенки желудка и вышла уже за рамки органа, и тогда уже начинаются проблемы. И тогда уже очень большая проблема, потому что это, как правило, четвёртые стадии онкопроцесса с большим уровнем метастазирования. Поэтому те, кто испытывают страх перед онкологией, я сейчас к вам обращаюсь, запомните, люди умирают не от рака, люди умирают от стадии метастазирования и интоксикации организма. Чтобы не умереть от рака, необходимо раз в год проходить исследования эндоскопические ультразвуковые органов и желёз вашего организма. И вы застрахованы от смерти, от рака, потому что онкопроцесс... Я сам лежал в клинике онкологической имени Герцена, я сам был пациентом челюстно-лицевой хирургии, мне удаляли плеоморфную аденому правой заушиной слюной железы. Я не понаслышке знаю, что это такое, поэтому могу поделиться с вами. Поэтому прежде всего проходить раз в год исследования. Не пожалейте времени и денег, это не занимает большого времени и не занимает большого времени, больших денег, но вы не умрёте от рака. Почему? Даже если, предположим, что онкопроцесс какого-то органа или железы начнётся через несколько дней после того, как вы сделали высокоточное исследование, через 10-11 месяцев он не успеет, в течение 10-11 месяцев, он не успеет развиться в ту тяжёлую стадию метастазирования патологии, которая приводит к гибели пациента. Поэтому, проводя исследования раз в год, мы можем диагностировать так называемую нулевую или первую стадию онкопроцесса, прогноз которой максимально благоприятный. Нулевые и первые стадии порой купируются исключительно медикаментозно, где-то это малоинвазивная операция с минимальной дозой препаратов, если это всё-таки злокачественные клетки. А вот когда вы, простите меня, забиваете, когда вы не исследуетесь, и когда люди обращаются с уже развитой патологией, врачи разводят руками и говорят, ну где же вы были раньше? Вы ходите с этой опухолью уже 3-4 года. Что же вы раньше не обследовались? Придите вы на полгода раньше, может быть, было бы всё по-другому. Поэтому, господа ипохондрики, запомните по поводу канцерофобии. Чтобы понять простую вещь, напрягите мозги. Если вы прошли обследование, ваша опухоль теоретически не может за 10-11 месяцев вырасти в финал. Поэтому просто раз в 10-12 месяцев проходите высокоточные исследования, и вам гарантировано отсутствие тяжёлого онкопроцесса органов и систем. Значит, вернёмся к гастроэнтерологии. Гастроскопия и пальпация. Два диагностических метода, которые используются при диагностике желудка. Самый на сегодняшний день точный – это гастроскопия. Гастроскопия выполняется двумя способами. Либо через рот, либо через нос. Я рекомендую делать гастроскопию через нос. Как бы это ни было странно, как бы это ни было, казалось бы, необычно, но назальный эндоскоп, гастроскоп назальный, он, во-первых, тоньше, во-вторых, гастроскоп, проходящий в гортань, в пищевод, через носоглотку, не так раздражает корень языка, и рвотного рефлекса гораздо меньше, и слюноотделения гораздо меньше. Чем гастроскопия через горло, через рот? Значит, здесь всё понятно. Мы исключаем острые, открытые пробедные язвы, мы исключаем новообразование, и ставится диагноз, например, функциональные заболевания, это гастриты, это всевозможные там проблемы. Конечно же, вы прочитаете о том, что большинство заболеваний желудка – это эмоциональная проблема, и мы ей как раз и будем заниматься. Дальше диагностика – это кишечник, и органы малого таза, и брюшной полости. Тут у нас ультразвуки, тут у нас колоноскопия, которая может делаться в премедикации, вам делают небольшую дозу наркоза, вы засыпаете на 25-35 минут, и ваш кишечник полностью исследован, ничего не почувствуете, просто пришли, легли, поставили капельницу, уснули, проснулись, вам отдали диск, отдали заключение, что всё хорошо, проблем никаких нет. Единственная неприятность, что потребуется подготовка кишечника в виде клизм, клизм очистительных перед этим препаратом, и отсутствие питания за сутки, питья, то же самое с желудком, это связано. Ну, в общем-то, собственно говоря, давайте закончим. По диагностике, да, все поняли, новички, что если вы жалуетесь на страх за какой-то конкретный орган, на функциональное расстройство, ещё на какие-либо расстройства органов и систем, пожалуйста, успокоите свою душу, кардиофобы, онкофобы, канцерофобы, так называемые, ипохондрики, потому что, если вы этого не сделаете, ваши сомнения постоянно будут вас одолевать. Сделали высокоточное исследование и успокоились, и занимаемся эмоциональной коррекцией. Вопросы теперь можно задать в чате. Пожалуйста. По диагностике. Ваши вопросы. Именно по диагностике. Сейчас вопросы на первом занятии. Пожалуйста. МРТ тоже головы. Достаточно делать раз в год, конечно, чтобы исключить онкопроцесс головного мозга. Любая система может страдать в виде дисфункции. Конечно же. Онкомаркеры или онкомаркёры могут теоретически показать, но онкомаркёры и исследования крови не являются диагностическим инструментарием. Они являются инструментарием для лечения онкопроцесса. И когда у человека есть онкопроцесс, сдается кровь на онкомаркёры, чтобы посмотреть качество терапии, лучевой терапии или химиотерапии. При правильном гибели онкопроцесса, при правильном воздействии препаратов на опухоль, онкомаркёры будут показывать определенные изменения. Просто так в холостую сдавать онкомаркёры не результативно, потому что они могут повышаться за счёт других сопутствующих заболеваний и вести вас в дикий ужас. У меня был пациент, у которого были повышенные онкомаркёры по желудку в 2,5 раза от нормы. И он уже практически стал себя хоронить. А оказалось, что он просто переболел гриппом. И у него он принимал противовирусные препараты. И, собственно говоря, почему-то этот онкомаркер был завышен, стал в несколько раз. Потом, когда прошло несколько недель, он пересдал кровь на онкомаркёры, сделал исследование кишечника, ой, исследовав желудка, ничего не было обнаружено, и на его исследованиях тоже онкомаркёр выровнялся. Поэтому не придавайте этому первичную важность диагностики. Главная диагностика онкопроцесса, кто спрашивал, это женщина, по-моему, это ультразвуки и магнитно-резонансные томографии. Как быть, если жуткий страх обследоваться? Здесь необходимо просто взять себя в руки и сказать, что мне нужно обследоваться, чтобы исключить патологию. Но страх у вас, скорее всего, найти патологию. Форменная глупость не обследоваться из-за страха найти патологию, потому что, понимаете, эта позиция может привести вас к плохим последствиям. Теоретически, если представить, что у вас есть какая-то патология, которая требует определённой терапии, и время идёт на месяцы, на недели, из-за вашей глупости в виде страха, вы можете затянуть это, и уже будет поздно. Если у вас нет патологии, тоже глупо не обследоваться, потому что вы будете удерживать себя в страхе. Соответственно, не идти, даже если ничего нет, глупо, потому что вы будете удерживать себя в страхе, не идти, даже если что-то есть, глупо, потому что чем раньше приступите к терапии, тем быстрее вы выздоровеете. Согласны? Поднимите руку, кто согласен, у кого есть страх перед обследованием. что глупо не обследоваться даже если вам страшно еще раз название исследование магнитно-резонансная томография и ультразвуке может ли мигрень быть из-за эмоционального напряжения да может если все в порядке обследоваться стоит раз в год в виде профилактического обследования конечно же я уже говорил об этом если в аппарате мрт начинается па вот с этим мы будем работать отдельно мария гайнулина это вопрос неврологии это вопрос неврологии прежде всего здесь нужно понимать что ипохондрии и паники это вопрос психотерапии а вот врожденная окклюзия подключить на сонной артерии это вопрос неврологии тут у вас сочетанная проблема какую-то часть должны взять на себя врачи-неврологи возможно хирурги какую-то часть возьму на себя я все спасибо поняли да ну ребят боитесь вы мрт боитесь вы обследоваться да тут уж как бы вопрос ваш вы можете до старости лет бояться вы можете до старости лет хотеть не хотеть все все чат закрыли больше не пишем до соответственно мои я не буду вас упрашивать проходить обследование я не буду вас упрашивать как бы что вам это надо вам это надо вы такие нет я боюсь нет я просто вам скажу что надо делать как надо делать максимально детально максимально разжеванно так как многие врачи вам не разжуют согласны уходите будете вы это слушать не будете вы это слушать это простите ваши проблемы моя задача моим зрителям объяснить от и до на сезонах что происходит и как это корректируется вы можете всем своей окружению рассказывать о том как вы боитесь и это моя задача вам дать конкретные рекомендации по вопросу паники в мрт по вопросу паники там врачей и страхов мы будем работать отдельно но опять же если вы просто просидите на этих занятиях и просто будете кивать голову и слушать с вами ну это я знаю это понятно это это да это я потом сделаю это да это все эмоции это все эмоции да там есть какие-то убеждения да у меня есть такие стратегии но ни хрена делать не будете вы зря потратили время и деньги поэтому я вас призываю просто вот я сегодня рассказываю общие вещи для новичков чтобы двигаться степ-бай-степ чтобы не наваливать информацию то что и так будет много да вы можете рассказывать окружающим какая вы несчастная как вы чего-то там хотите и не хотите хотите пройти обследование исключить органическую патологию поставить выполнено нет проблем сделайте не хотите не делайте только мозг не не скрываете о том что а может быть это может быть то блять сходи и сделай обследование и все и не еби мозг ни мне ни своим окружающим по этому вопросу если вы хотите продолжать это делать в элкам но как бы не смысла в этом не будет ваши близкие скажут задолбала я скажу я больше по этому вопросу говорить не буду хочешь делай обследование не хочешь не делай но тогда сиди и страдай в чем проблема идем дальше на спосле того а все хватит хватит шум в ушах это вопрос о неврологии это связано с переутомлением центральной нервной системы возможно но тут надо пройти исследование неврологической именно именно для гемодинамики именно сосудов и о том как она там у вас крутится возможно это как раз спазматическое состояние которое связано с эмоциональным расстройством обследование неврологов сосудистая терапия и психотерапия посмотрим на результат все чат из closed все хватит кто сейчас напишет получит желтую карточку все спасибо идем дальше господа новички после того как вы прошли обследование конечно же у кого-то тревога снизится потому что наконец-то он поймет что там то и там то хорошо у кого-то снизится значительно у кого-то незначительно но страх а вдруг там что-то разовьется а вдруг там а вдруг все-таки я сойду с ума а вдруг все-таки я умру или наличие паники оно все равно никуда не денется потому что обследование только отсекают для врачей и для меня действительно наличие органической патологии и как бы вы у меня бы не писали меня сегодня накрыло меня сегодня накрыло мне так плохо мне так плохо алексей алексей умираю помогите жизнь не мила и я знаю что у этого человека пройдено обследование что все что он сейчас гонит это история его страха у которого глаза велики это история его преувеличения это история его гипертрофированных эмоций мы постоим покиваем скажем окей теперь давай разбираться спокойно по этапу поэтому обследование не игнорируйте пожалуйста далее что мы делаем берем ручки и сейчас мы пройдем первый такой момент который очень важный берем ручки в своих рабочих тетрадях пишем год и месяц когда начались первые симптомы ВСД когда начались Вадим у нас чат не пишем ничего когда начались первые симптомы ВСД так называемого когда начались первые паники сейчас мы о паниках поговорим о страхах когда началась вот это первый раз вот эта вся петрушка записываем себе в тетрадь например это началось там в 2012 году там весной или это началось там в 2013 году летом вот пожалуйста вспомните да когда это началось как это вспомнить тут я рекомендую такую штуку вспомните период жизни когда вообще вас ничего не е беспокоило да вы жили обычной жизнью все было хорошо нормально нормально а потом в какой-то момент вот что-то пошло не так сердечко застучало случилась первая паника Катерина вы получаете желтую карточку если еще раз вы что-нибудь не напишите вы будете отправлены в бан понятно значит о чем я говорил вспоминаем этот период значит какая-то часть участников этот период вспомнит прекрасно потому что 145 человек у нас показывает система хорошо какая-то часть участников вспомнит этот период прекрасно было все хорошо и вдруг в какой-то момент стало все плохо вот вы пишите стало все плохо там весной вторая категория участников это те ребята которые скажут примерно так у меня где-то вот в этом периоде жизни были какие-то проявления потом несколько лет ничего не было потом там какая-то была проблема то есть какие-то локальные такие вещи тоже запишите первые наблюдения были там в таком-то году вторые наблюдения были в таком-то а потом там в таком-то накрыло мама не горюй и будет третья категория участников которые скажут я вообще себя не помню без этой проблемы вот я сколько себя помню столько у меня вот эта проблема и существует вот здесь нужно собственно говоря это и написать для чего нам это надо для того чтобы понять с чем это связано что что с вами произошло сейчас мы будем заниматься этим вопросом но для начала мы сделаем небольшой такой развлекательный эксперимент предлагаю отложить ваши ручки в стороны многие видели этот эксперимент но кто не видел или будет смотреть в ютюбе в записи тоже сделайте вместе с нами закройте глаза не надо бояться ничего не будет происходить страшного закройте глаза представьте себе желтый лимон обычный фрукт лимон разрежьте лимон мысленно пополам на две части и начните представлять как вы выжимаете лимонный сок из лимона и капаете себе на язык представьте себе что у вас высунут язык и вы капаете лимоном себе на язык представили представляем как капает лимонный сок на язык все спасибо можно открыть глаза и увидеть что ваши подчелюстные заушные слюные железы выделили некоторое количество слюны даже желудок мог выделить некоторое количество желудочного сока у кого-то больше у кого-то меньше это зависит от активности вегетатики но так или иначе только что ваша вегетативная система дала команду а лимона не было а лимона не было возникает вопрос какого хрена ваша вегетативная система выработала слюну когда лимона во рту не было ответ за который павлов получил нобелевскую премию звучит звучит таким образом ваш головной мозг дает команды на вегетативную иннервацию активность посредством мыслительного процесса через образы еще раз я повторю ваш мозг дает команды вегетатики посредством образного мышления проще говоря ваш мозг может давать команды на возбуждение торможения как при наличии реального объекта так и при мыслительном процессе об этом объекте я поясню уберите от экрана телевизоров детей до 18 лет убрали детей до 18 лет от экранов телевизоров заткните им уши оденьте микрофоны уберите особо чувствительных родителей потому что я сейчас буду говорить слово мастурбация уберите бабушек дедушек особо чувствительных религиозных людей попросите их выйти в соседнюю комнату значит все мы с вами знаем что такое половое возбуждение ну я надеюсь что кто-то знает что такое половое возбуждение и есть люди скажем так которые даже знают что такое мастурбация вот я просто хочу привести такой пример чтобы вы хорошо запомнили вы можете будучи мужчиной и женщиной испытывать половое возбуждение в физиологическом смысле этого слова давайте я не буду вдаваться в физиологические детали но девушки понимают как проявляется сексуальное возбуждение у девочек мальчики догадываются как проявляется у них и мы как бы догадываемся как физиологически это происходит вы можете испытывать физиологическое возбуждение а это работа вегетатики чтобы половый член простите меня наполнился кровью сосуды должны расшириться там должны произойти определенные процессы гормоны то есть это целая цепочка реакций в организме это команда вегетативной нервной системы то же самое у девочки там и железы там и гормоны там и перестройка рецепторов соски, клитор и все что угодно при только одном воспоминании о каком-то процессе или фантазии кто мастурбировал поднимите руки скажите я можно о Олег молодец красавчик супер вот те кто мастурбировал знают все угомонитесь все спасибо мы поняли что все мастурбировали мы поняли не признаюсь Лидия говорит нам ну хорошо значит а те кто мастурбировал те знают что все эти физиологические явления могут возникать от воспоминаний или фантазии причем порой согласитесь половое возбуждение бывает в разы сильнее чем когда перед тобой простите голый мужчина или голая женщина согласны? вот перед тобой стоит голое тело человека и тебе вообще не прикольно но стоит тебя вспомнить как говорит Вика Исаева как тебя жарил какой-нибудь там человек на турецком побережье если вы девушка конечно хотя кто знает в общем одним словом воспоминания порой дают нам гораздо больше психо-вегетативной реакции чем реальность в виде мужа с которым ты уже 30 лет значит уже все в курсе вы понимаете о чем я говорю окей? поняли? отсюда вывод ваша вегетатика способна нажимать педали газа и тормоза посредством вашего образного мышления кто понял это нажмите плюс вот кто на этих примерах это понял супер то есть на самом деле тахикардия нарушение функции кишечника желудка дыхание супер молодцы спасибо все функциональные состояния вызываются называются неврозами посредством какого-то образного мышления а не посредством реальной угрозы так вот смотрите поскольку у нас мозг может как мы только что с вами увидели по процессе эксперимента и статистики давать команды на образы вот теперь запоминайте пишем сейчас берем ручки и пишем образы приводящие к функциональным нарушениям собака Павлова верно это бихвиористы это физиология образы приводящие к функциональной активности или нарушениям образы всем слово понятно образы да то есть это те мыслительные образы по типу мастурбации которые но если вы думаете о мужчине или женщине или вспоминаете это образ называется окей а есть кто-нибудь из института психоанализа или они все будут у меня учиться это самое на специальном курсе есть товарищ Смирнова да вот у нас есть такой профессор лин 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 знаете ирина владимировна профессор ну преподаватель по фамилии лин лин ирина владимировна вы знаете его ну в общем если знаете не знаете там есть ну в общем он у вас преподает что-нибудь но не у вас а может быть у кого-то вот у него есть история называется что-то там образное там что-то там вот собственно говоря это вот туда да только он ее скоммунизил бихевиористов и когнитивщиков и назвал своим методом но это не обсуждается сейчас окей значит идем дальше пишем образы которые как правило вызывают вегетативные или эмоциональные дисфункции пишем первое первое первый образ как вам кажется который вызывает неврозы как вам кажется что это за образ по статистике можно писать в чате не бойтесь я сейчас с вами веду диалог смотрите все за смерть да красавчики итак вы считаете что первые по статистике образ который вызывает неврозы это смерть образ на самом деле вы правы действительно образ смерти вызывает ту самую паническую атаку вы же все думали что панические атаки это какой-то приступ который с вами гуляет да но на самом деле паническая атака это образ смерти и реакция на этот образ кто понял сейчас плюсик ставим поднимите руки скажите я понял то есть паническая атака это реакция на наше образное мышление супер молодцы красавчики спасибо да то есть это не приступ который вызывает у вас посредством болезни ВСД это ваша вегетативная реакция на образ смерти все у кого были панические атаки те помнят вот напишите сейчас восклицательный знак кто сто процентов может сказать что перед тем как вы представили образ смерти у вас начинается паника сначала у вас возникает вегетатика потом образ смерти а потом паника вот так это у вас и работает все начинается с вегетатики где вы начинаете фантазировать про смерть смертную и естественно фантазия о смерти как и по принципу эрекции у мужчин и простите меня увлажнение у девушки вы у меня все увлажняетесь только если девушка увлажняется от полового увлечения приятно то вы у меня простите любимые мои увлажняетесь потом от испуга за свое здоровье супер да о у нас есть победитель у нас есть победитель кто сказал номер один артур скажите мне пожалуйста вы лично артур который написал безвыходное мышление откуда вы это знаете действительно артур абсолютно прав первый образ второе это действительно смерть а первое место по генезу невротических расстройств это безвыходное мышление занимаюсь потихонечку youtube смотрел молодец супер артур красавчик в данном случае действительно пишем номер один формирование невроза это безвыходность ситуации оно же называется тупик жан совершенно верно я когда-то говорил помните об этом я показывал очень много в своих старых роликах да я об этом говорил можете пересмотреть канал поищите эти видео там вот есть это на канале телеграм все подписаны на телеграм телеграм кто не подписан скажите я не подписан подпишись на телеграм нравится телеграм как нет вы что там самая клевая информация кто не подписан вы подписывайтесь на телеграм потому что там аудио подкасты которые действительно очень круто очень круто вам помогают рекомендую спасибо все вернулись обратно образное мышление ребят я сейчас говорю о таком важном элементе вашей терапии потому что мы с вами еще будем пять недель долбить ваш невроз посредством воздействия на ваше образное мышление все это поняли если мы с вами найдем ключ к управлению образным мышлением вы станете у меня непобедимыми вы будете непобедимыми на работе вы будете непобедимыми на улице вы будете непобедимыми морально что бы ни случилось умерла у вас вся семья вы отреагируете слезами вам будет грустно вам будет горько но вы выстоите потому что когда умирает вся семья какой может сформироваться образ безвыходности представили себе люди вообще могут покончить с собой поэтому именно воздействие на навык влиять на образное мышление мы здесь как раз и начинаем собственно говоря саму терапию кто понял это важно надо верить надо просто это будет сделать поэтому когнитивно-поведенческая терапия Жанна спрашивает я хочу супер именно позволяет научиться влиять на образное мышление просто классика в этом ключ совершенно верно классика когнитивки не рассматривает слово образное мышление мы рассматриваем там слово убеждения которые создают эмоции но мой подход он немного такой специфичен и я вам хочу сказать чуть более детальней мы не просто долдоним было бы лучше но я понимаю толжествование катастрофизация перфекционизм на 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 мы должны понимать зачем и нахрена мы это делаем какого хрена мне нужно это писать какого хрена я это буду изучать объясняю пишем первое образ безвыходности второе образ смерти третье образ наказания социального наказания в виде изоляции одиночества четвертое это образ общественного стыда и порицания вот это у нас укрщики обожают делать согласны у них такие образы общественного стыда и порицания мама не горюй что с ними будет в глазах общества если случится то-то и то-то и у них такие интересные ритуалы такие интересные действия я не должна сойти с ума потому что и пошло поехало а знаете какой у окэрщиков интересный главный образ вот этот вот у них же сначала идёт мышление и идёт образ я должна воспитать ребёнка я должна всё делать хорошо я должна произвести хорошее впечатление я не должна показаться плохой я не должна да-да-да-да не должна а что же может такого произойти что вот это всё реализуется о сумасшествие точно вот оно и вот они нашли прекрасный образ дурдома с колючей проволокой с забором смазанной шипами ядом курары чтобы создать себе такой образ который сука простите они уже задолбали свою голову этим образом как его кладут в психушку как все рыдают вот наш то с ума сошёл да вы что колю серьёзно госпитализировали ой коля коля а мы на тебя так сука надеялись и коля видит как семья плачет потому что все ставили ставку на этого колю а коля в дурдоме с пеной у рта бьётся головой об кафель со словами Сталин вернись представляете какой вы себе рисуете какую картину да понимаете такое а вот вы рисуете себе вот этот образ сумасшествия вы рисуете себе вот этот образ которого сами и пугаетесь поэтому ваши неврозы это история образного мышления все поняли аффирмация не работает забудьте про аффирмации вот я 3 марта выступаю на форуме секретс с семью ведущими женскими блогерами в том числе с Машей Бескуновой и Викторией Саевой и вот я там буду говорить о том что не путайте рациональное мышление с позитивным да и вот здесь я вам тоже буду об этом много говорить не надо путать рациональное и позитивное потому что рациональное согласное не всегда позитивное кто знает когнитивную терапию поднимите руки кто знает когнитивную терапию вот кто-то знает да ну начал хотя бы что-то там благодаря видео да там книгам кто-то может тренинги какие-то проходил немного ну может кто-то тренинги проходил кем супер вот запомните когнитивная терапия это не позитивная терапия рациональное мышление бывает очень грустно рациональное мышление бывает достаточно печальным и скорбным где мы вынуждены признать какие-то вещи иррациональная терапия не равно позитивной терапии но смотрите позитивное мышление если кто-то умер он переродится он освободился от страданий его душе хорошо с Всевышним с Богом надо радоваться за него вот это позитивный вариант ну как вам от этого ну как-то не очень ну как бы прикольно но не супер а есть рациональная часть где вы говорите и понимаете ситуацию следующим образом да действительно я понимаю что смерть это природосообразное событие и как бы это не было горько грустно и печально это природосообразный процесс который ожидает каждое живое существо на планете не важно ты президент или врач да и это грустно и печально но это ждет каждого из нас и что я сейчас буду получать от того что я убиваюсь как я создаю образ безвыходности без этого человека я ставила ставки на этого человека и я думала что этот человек будет всегда со мной но видимо я здесь ошиблась потому что я подумал о том что человек будет со мной вечно и всегда но здоровый ум понимает что это временно Виктория заканчивайте эту тему иначе вы сейчас покинете это я вам реально говорю вот серьезно значит да я понимаю что я наделила свою жизнь иллюзии что эти люди будут со мной вечно что родители будут вечно что люди не умирают я видимо посмотрела на ситуацию срезки изм что без этого человека я не смогу справиться без этого человека я не выдержу без этого человека я не смогу внимание я щас важные вещи говорю плюсик кто меня понимает щас именно такое Это такое образное мышление что без этого человека я не справлюсь что ему плохо, он страдает туда же, что он не может быть без меня, я не могу быть без него. Именно вот эти образы и приводят человека к эмоциональным нарушениям депрессии и порой тяжести тяжелой. Все поняли это? Поэтому рациональное – это понимание сути природосообразных вещей, если мы говорим про смерть. Что это природосообразно, это грустно, это печально. Но какой же надо быть дурой, Карл, чтобы думать о том, что мама и папа живут вечно. Нравится тебе это или не нравится, Карл, это факт. Какой же надо быть дурой, чтобы считать, что только с этим мужчиной я могу быть счастлива и мои дети, собака, лабрадор и дача, может быть, только с этим мужчиной. Карл, ну это же маразм. Потому что на самом деле это не так. Это твоя иллюзия, разрушаясь, которая приводит тебя к депрессии. Понимаете? Возникает вопрос. Ты сама себе создала иллюзию, сама нарисовала себе образ вечных родителей, образ вечного мужчины, образ именно этого мужчины, сама нарисовала себе вот такую картину, потом тебе жизнь показала вот такую вот херню под названием «Зайка в природе не так». И ты сказала «Какого хера?» Понимаете? И возникает вопрос. Доктор, помогите мне плохо. И доктор говорит «Слушай, зайка, тебе плохо, потому что вот реальность вот такая, а ты нарисовала себе вот такую иллюзию. И твоя иллюзия не сходится с реальностью». Ты говоришь «Да, но я хочу, чтобы моя иллюзия была реализована». Тебя говорит «Природа, дура, работает по-другому». Я не хочу, чтобы природа работала по-другому, потому что это я. Я хочу, чтобы было по-моему». Я говорю «Природа, ты знаешь, природа так не работает». Да, я понимаю, но я хочу, чтобы у меня природа работала так, как мне надо. Ну вы что? Понимаете? И рациональное, рациональное – это не всегда позитивное. Мы можем погрустить, мы можем поплакать, мы можем посочувствовать, мы можем плакать, а вспоминать. Я до сих пор грущу, потому что я там в январе, несколько лет назад, похоронил подругу близкого человека, моей бывшей девушки. Я был последним, кто сидел у неё в палате. Она умерла от тяжёлой болезни, наследственной. Я был за несколько часов, я потом слышал эти процессы перед её смертью. Я видел беспомощные глаза врачей, её мать на руках, у которой она умерла, и два дня потом с ней сидел. Понимаете? И вот это, какой бы вы ни были когнитивный терапевт, вы понимаете, какая-то часть вас понимает суть объективности, а какая-то часть понимает суть сострадания и скуки по человеку. Не надо считать, что когнитивная терапия – это такие, знаете, рыцари в доспехах, которых не пробивает. Я могу плакать, я могу скучать в этом смысле по человеку, которого нет. Я могу жалеть, у меня в жизни было много ситуаций, где мне до сих пор по-хорошему неприятно, да, я вспоминаю что-то и так далее. Но есть рациональная моя часть, которую я и хочу вас научить, которая не видит в этом тупиков, безвыходностей, вот то, что у вас записано, да? Поняли? Ольга, решите вопрос с вашими колонками и вашей громкостью. Вот мы, зайки Алана и все остальные, поняли восклицательный знак, к чему мы здесь будем учиться. Выйдите, Юлечка, и зайдите заново. Супер. Вот такие примеры. Понятно, что такое рациональное воспринятие. Супер. Останавливаем чат, молодцы. Нет слова «не умею», есть слово «не хочу», Жанна. Замените слово «не умею» на «не хочу». Я не хочу принять то, что мои близкие смертны. Вы не дура, вы просто не хотите. Это ваш выбор. Это вопрос вашего, Жанночка, выбора. Понимаете? Это вопрос вашего выбора. Не хочу на «не могу» на «не хочу». Понятно? Все, спасибо. Мы возвращаемся к очень важной теме. Но мы тем самым, собственно говоря, здесь и будем все заниматься. Все, спасибо. Чат стопен. Стопен. Поэтому вы и здесь. Совершенно верно. Значит, мы с вами записали несколько образов, которые приводят нас к психовегетативным реакциям. Изучим пока что второй. Потому что сейчас будет тема паническая атака и паническое расстройство. Все вы когда-то сталкивались с панической атакой. Ну, 99% из вас либо сталкивались с паническими атаками. Простите. Либо сталкивались и с этого все началось. Так ведь, да? Либо имеются сегодня панические атаки. Может быть, у кого-то остро. Кто новичок, да? Может быть, у кого-то не остро. Но он их не доработал. Избегает каких-то мест. Избегает вегетатики. Может быть, у кого-то вообще их больше нет. И переступая к теме панической атаки, я хочу следующее вам сказать. Первое, что уже я об этом говорил, а сейчас повторюсь. Паническая атака – иллюзия у миллионов населения в нашей стране. Это что есть болезнь ВСД. Вот ходите по чесноку. Вот только по правде. Вот смотрите. Напишите сейчас плюсик, кто так думал. Подождите, не пишите, послушайте. Только тот, кто так думал. Что есть болезнь ВСД. Сосудистая болезнь. Симптомом которой являются какие-то приступы, которые называются панические атаки. Что болея ВСД, у вас иногда возникают такие приступы. Как симптом какой-то сосудистой болезни. Вот смотрите, сколько вас. До хрена. Поняли? Вот, смотрите. Охренеть. Просто охренеть. Вот это и есть главное. Я обещал меньше ругаться матом. У меня была личная цель – меньше ругаться матом на 2018 год. Я стараюсь. Вот так большинство и думали. Что это шея, сосуды, что называется ВСД. И у ВСД есть какой-то симптом в виде каких-то приступов. Теперь следующее. Внимание. Ставим восклицательный знак, кто считал, что эти приступы возникают спонтанно, в любом месте и могут настичь вас в совершенно неподходящей ситуации и привести вас к смерти. Например, не дай бог этот приступ начнется в пробке, сука, в метро, если в самолете вообще пиздец-пиздецкий, в институте, на работе, и у вас есть полное впечатление. Вот, видите, какая херня у вас в голове происходила? Полная жопа вообще. Полная жопа. Полная жопа, да. Полная жопа. ВСД, у которой есть какой-то симптом в виде каких-то приступов, который, сука, иногда может попасть так неудачно, что вы будете поставлены в ситуацию, где вы не справитесь и умрете. Не выбежите, не выйдете, или это увидят социально на работе, увидят там родственники, увидят коллеги, или вам не помогут. Скорая, в конце концов, до вас не доберется. Если вы стоите в пробке. А если вы в самолете, самолет не сможет с эшелона снизиться. Вот так и выглядит образ. Поэтому пишем вместе со мной, ребята. Образ панического расстройства. Как вам информация, нравится? Образ панического расстройства. Конечно же, паническое расстройство – это вот то, что я сейчас объяснил вам. Где есть человек, который считает, что у него есть сосудистая патология, которая называется ВСД, которая не лечится. У которой возникают симптомы, какие-то странные приступы, которые могут произойти в разное время, в разном месте. И надо бы успеть их купировать или не допустить. Для этого надо, чтобы со мной был мама, папа, муж, брат, аптечка. И человек у нас ходит заряженный шприцами. Значит, тут у него феназепам, тут у него адрена, этот самый, какой-нибудь там галлоперидол. И он ходит, как, сука, ковбой с таблетками. Вот так вот. Как правило, у наших клиентов целая сумка. Они ходят в сумку. И потому что, сука, эти приступы могут настичь где угодно. У него должно быть успокоительные, сердечные препараты, давление, пластыри, противорвотное, противодиарийное, противоаллергическое, я не знаю, бронхорасширители. Чуть ли не скальпить для вскрытия гортани. Потому что он болеет, сука, же ВСД. И ему надо, если приступ вдруг начнется, ему надо раскрыть реанимационную свою сумку и вовремя схавать какое-то, блядь, колесо. Так? Вот. И вот заряженный телефон желательно на несколько суток, потому что надо быть на связи, конечно же. А лучше быть онлайн с реанимационной бригадой, онлайн с мужем и мамой и папой, чтобы, внимание, вовремя попрощаться и сказать, где лежит тело. Ты подумай. Сказать, где лежит тело и попрощаться. Или сказать, мама, поговори со мной, тогда я не умру. Гениально. Гениально. Просто. Когда к такому невротику подходит, говорит, а вы что, аптеку открываете? Да нет, я просто прогуляться вышел. Как вы вышли прогуляться? Мне кажется, вы несете с собой аптеку на открытие. Да нет, я просто в парк пройтись. Тут упражнения сказали делать надо в парке. А вдруг что в парке случится? Правда? Там же много вариантов, что может произойти. Посмеялись и хватит. Давайте. Терапия панического расстройства. Окей? Я надеюсь, вам нравится на наших сезонах. Я обещал, что пять недель вы проведете очень информативно, очень полезно, с юмором и технологично. Супер. Слушаем дальше. Значит, смотрите. У нас сегодня вводное занятие. Вводное. Мы до технологии еще не дошли. Погодите, не спешите. Но уже хорошо. Я чувствую. Как мне кажется. Итак, у нас есть образ. И вот у нас есть такой образ. Запоминайте. Не отвлекайте, пожалуйста. Соблюдайте правила. У нас есть как бы болезнь сосудистая ВСД, у которой есть какие-то приступы несанкционированные. Запоминайте. Следите за ходом мысли. Которые вызывают, которые могут проявиться в неудачное время, в неудачном месте. И надо быть к ним готовым. Готовым надо быть посредством связи, как правильно кто-то подсказал. Посредством наличия медикаментов. Посредством наличия родственников рядом, чтобы подхватили, унесли, отвезли. Так ведь? Так. И, собственно говоря, лучше быть готовым это вообще дома сидеть. Чтобы, если что, умирать дома. Ну, чтобы тело не гнило где-нибудь на улице. Зачем? Не испачкалось тело. Лучше, чтобы тело лежало ближе к дому. У меня был такой прикол на каком-то из занятий. Я не помню на каком. Это было несколько лет назад. Мне клиентка написала в 17-м году письмо. Хохотала просто до безумия. Она говорит, я помню, как ты мне на наших первых занятиях сказал заказать себе венок, повесить себе на голову и ходить с ним со словами «я иду умирать». Там была, я уже не помню, это много лет назад было, но там была такая история, что она потом смеялась над собой очень долго. У нее в одной руке была сумка, значит, с чистым бельем, которое она должна была успеть переодеть перед смертью. Венок похоронный, чтобы тело было уже украшено при смерти где-то. А в другой сумке у нее реанимационная сумка. И вот она, значит, гуляет. Ржали долго. Она, конечно, давно уже справилась с этой проблемой. И рассказывает своим друзьям и подругам красочную историю. Но честно не об этом. Так вот. Смотрите, в чем ваша ошибка. Вегетососудистая дистония – это не проблема сосудов. И паническая атака – это не симптом. Пишем или запоминаем. Паническая атака – это не симптом ВСД. Более того, бытует мнение, что паническая атака – это симптом невротического расстройства. Нет. Паническая атака – это здоровая, биологическая реакция организма на образ смерти. Это тот второй пункт, о котором мы все подумали, когда я вас спрашивал. Помните, да? Это не приступ. Это не болезнь. Это здоровая, биологическая реакция организма на образ смерти. Такие же панические атаки вы можете увидеть у животных. Попробуйте тигра загнать в угол и начать на него нападать. Он на вас бросится. Это и будет паническая атака у тигра. Попробуйте испугать зайца. И вы увидите, как он очень быстро убегает. Это и будет паническая атака. Просто животные, в отличие от людей, пишем, и внимательно сейчас интеллект, как лотос, раскрывается у вас. Сахасрару открыли. Сахасрарой называется верхняя чакра. Но сейчас не об этом. Мы не будем об этом. Это так. Вырвалось что-то. Открыли лотос. И слушаем внимательно. Животные видят действия в природе. И они их интерпретируют как опасные и как неопасные. Когда животное синтерпретировало действие или какое-то животное на территории как опасное, у животного выстреливает в кровь адреналин, и у животного начинается паническая атака. Какие-то животные убегают, какие-то животные нападают, какие-то животные что? Замирают. Например, жучки-паучки. Так в природе работает паническая атака. Она помогает либо напасть, либо убежать, либо замерить и притвориться мёртвым. У животных нету невротических расстройств с паническими атаками и им не ставят диагноз паническое расстройство. Хотя в животном мире паническая атака случается каждый день неоднократно у всех животных. Потому что если лев зашёл на территорию зебр, зебра увидела льва, зебру так накрыло в этот момент, вы не представляете. Вы посмотрите дискавери. Как убегает, простите меня, зебра, когда она увидела льва. Вот вам паническая атака в действии. У зебры адреналина полные штаны. При этом зебра испытывает тахикардию. Вот такие болты у неё. И она несётся. Помните, как Ослик и Шрека, блядь, с ушами прижатыми. Видели Шрека с ослом этим? Который нёсся там куда-то. Вот у Ослика была паническая атака. Один в один. Попробуйте, испугайте лошадь каким-нибудь ярким звуком или ещё чем-нибудь. Кто лошадьми занимался? Видели панические атаки у лошадей? Ой, мама, не горюй. Мало не покажется никому. Поэтому сейчас, пожалуйста, плюсик или восклицательный знак. Кто понял, что панические атаки – это природосообразная реакция живых организмов? Супер. Сейчас я буду пояснять детали. Молодцы. Ни одно животное, сука, не скончалось за всю свою жизнь от вот этого инстинкта. И ни один человек не скончался от этого инстинкта. Теперь внимательно продолжаем раскрывать лотос над головой и думать вниматочно, внимательно. Почему же животные не умерли и люди не умерли от панических атак? В чём разница? Почему у животных нет неврозов? У животных каждый день панические атаки. Всё, стоп, чат. Но они не страдают неврозами. Пишем. Почему? Потому что панические атаки у животных, как у человека, не нарушают никакие органы и системы. Не приводят к смерти. Как у животных, так и у людей. Разница заключается в одном. У животных панические атаки возникают ситуационно обусловлено появлением конкретного объекта, угрожающего ему. Все это записали? У животных это ситуационно обусловлено. И паническая атака у животного, это естественный биологический процесс обусловленный. И у них нет неврозов. А вот неврозы, как мы уже узнали с вами ранее, это что? Это образное мышление, помните? И вот у вас есть какой-то образ в голове. Посмотрите на ваших записях. Какой первый образ создает по статистике неврозы? Безвыходность и тупик. Вот теперь представьте себе пациента, у которого в жизни есть потихонечку складывающийся или остро сложившийся ситуационный образ тупика и безвыходности. На работе, дома, в личной жизни, в финансах, в карьере. В каких-то других сферах. Ну, заебали, блядь, простите меня его, этого человека. Причем еще это навалилось со всех сторон. Жена, теща, дети, бабло, банки, любовница. Или наоборот перевернить. Муж, дети, уйти от этого долбоеба не могу, потому что денег без него не будет, с ним не могу, дети малые, на кого я их оставлю, уйти не могу, уволиться не могу. Состается впечатление и образ безвыходности. Обреченности. Что это никогда не закончится. Выйти из этого нельзя. И вот эта душегубка, что дети никогда не вырастут, еще несколько лет впереди, я никому нахера не нужна, он меня не любит, он меня бросит, я останусь без него, я одна без него, бросить не могу, с ним тоже не могу. Как же я от нее уйду, я буду плохой муж, а если случится это, а если я не смогу реализоваться, что же папа подумает, бизнес не пошел, провал в бизнесе, провал по вторщикам, по баблу. Я все об этом расскажу вам детально, окей, на нашем сезоне. Вы поняли примерно, да, вот варианты? Поняли? Супер. Вот рисуется образ безвыходности. И фишка терапии, которую вы узнаете только на восьмом сезоне, это как образ безвыходности. Что? Хыш, 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 хыш. В этом и есть главный секрет. Поняли? Но об этом чуть попозже. А не вовсе долженствование, оценочное суждение было бы лучше, но я понимаю. Рациональное мышление, думай позитивно, рационально работает, надо работать над тревожностью, тревожностью, какой в жопу, блять, тревожностью. Надо научиться человека видеть образы, которые он создает, и уметь управлять этим процессом. Тревожность, надо снимать тревожность. Снимайте тревожность, подышите глубоко, снимите тревожность. Блять, с мужем-то что ей делать-то, а? Ебёна в рот. Да умедитируйся до усрачки ты просто. Но если она не может решить вопрос с мужем, если она не может решить вопрос с женой, да ты обмедитируйся, блять, на Сахасрару. 24 часа в сутки от этого мужья долбоёбами меньше не становится. Но не становится меньше долбоёбами мужи, жёны, дети, начальники от того, что вы, сука, медитируете, сука, весь день. Ну сколько можно тереть людям-то про это, а? Супер. Спасибо. Цель на 12-й год, на 17-й год не удалась. Ну, вырвалось. Извините. Окей, поехали. Значит, идём дальше. Да просто, ну честно, накипело, ребят. Ну реально накипело. Но когда я вижу последние 10 лет реальные мыслительные процессы своих клиентов, когда я вижу их тупиковое мышление, их бездействие в конкретных сферах, когда я вижу эти образы, когда я вижу вот эти вот конкретные вещи, которые надо конкретно поменять, и вот зачем засирать людям голову. Конечно, медитация там и так далее, это хорошо для любого человека. Ну, сука, любой человек, который работает в городе, который работает в офисе, который работает в компании, да любому, блядь, помедитировать в течение дня, это полезно. Это просто полезно. Это просто полезно. Но это не решит вопрос с его дурой женой, дебилом, бухающим мужем, непонятной какой-то дочерью, блядь, и её интерпретация всей этой какафонии. Что она не может из этой ситуации выпрыгнуть. Но как медитация или просто понятие тревожности внутри клиентки создаст конкретику нового мышления по поводу того, что у неё на руках дети, муж, который ей изменяет, скорее всего, и который уже забил на свою жену, как забивший на свою жену муж, жена страдает, потому что муж на неё забил. Им надо принимать конкретные решения и обсуждать эти вещи. Надо принимать совместно выработанные решения, решать конкретный вопрос с их личной жизнью, с их половой жизнью, с их эмоциональной жизнью, с детьми, с финансами. Ну как? Это связано просто вот с понятием, это всё у вас от тревожности, помедитируйте, снимайте тревожность, ну, снимите тревожность. А ещё лучше сделайте гимнастику, блядь. Замечательно. Будете делать до скончания веков. Окей, идём дальше. Значит, смотрите. Поехали. У животных нет панического расстройства и нет панических атак, потому что животные не создают образы. Животные видят реальность. Согласны? Человек, в отличие от животных, может болеть невротическими расстройствами, потому что мы сначала создаём образ безвыходности, тупика или оценочного суждения в этом образе. Помните уже? Смотрите следующие образы после смерти. Помните у нас там позора, одиночество. Помните это? Вот человек, в отличие от животного, способен создать безвыходность, позор, одиночество. Вы можете представить зебру, которая создала образ безвыходности, потому что что-то её не оплодотворили в этом сезоне? Вы же представите себе ситуацию? Ну так просто интересно. Зебра повесилась на пальме, потому что у зебры была депрессия, потому что ей не присунули в этом году, и она сказала, что она больше нахер никому не нужна. И зебра скончалась. Вы себе представляете такую ситуацию вообще? Я что-то не очень. А вот люди могут, а люди могут, в каком, простите, Марии, мультике присунули зебры? Можете пояснить нам? Покажите нам этот мультик. Давайте вернёмся. Значит, я зебра. Молодец. Вы, видимо, Ирина, вам не присунули, да? Понятно. Ну, мы вам желаем, чтобы вам насували так, чтобы мало не показалось вам. В хорошем смысле этого слова. И вы выздоровите сразу. Фрейд об этом и говорил. Почитайте психоанализ. Вот у нас есть коллега из института психоанализа. Она вам расскажет. Как только вам присовывают меньше, чем вы хотите, вы начинаете болеть. А мужчины болеют, когда они хотят присунуть, но нельзя. Очень всё просто в этом мире, господа. Очень просто. И я вас постараюсь этому научить. Я надеюсь, что вы рады, что пришли. Супер. Клёво. Поехали. Паническое расстройство. Сейчас к упражнениям перейдём. Да, и так далее. Значит, животное не вешается, потому что оно не создаёт образ безвыходности с мужьями и жёнами. Животное не создаёт образ стыда. Представляете себе заяца, которого испугал волк. Заяц обосрался и побежал через весь лес, а потом такой сидит под корягой и говорит, блядь, пиздец. А по мне же весь лес будет завтра говорить, что я обосрался. Какой кошмар! И заяц не выходит больше из-под коряги, потому что он считает, что весь лес в курсе о том, что случилось с этим зайцем и как он не башил, простите меня, через весь этот лес с вот такими глазами, потому что испугался волка. Животные не мыслят образами, поэтому они не страдают неврозами. И единственное, что нам с вами надо сделать, чтобы справиться с паническим расстройством, помимо упражнений, о которых я буду говорить, это научиться управлять своим образным мышлением. Добрых снов смотрите в записи, дальше будет тоже интересно. Он научится управлять своим эмоциональным состоянием посредством образного воздействия. Все это поняли? Супер! Идем дальше. Как выглядит паническое расстройство у человека? У человека есть образ. Сначала создается сам невротический процесс. Внимание, ребят, не отвлекайтесь, потерпите еще 30 минут. Я знаю, что вам тяжело, но надо потерпеть. Слезы текут. Ну, наконец-то Ольга у нас потекла. Ольга, я вас поздравляю. Когда вы течете у меня на занятиях, вы лечитесь. Теките. Теките. Чем больше, тем лучше. Значит, как возникает паническое расстройство у нас с вами? Мы, в отличие от животных, все, ребят, спасибо. Слушаем внимательно. Мы с вами, в отличие от животных, можем создавать образы. Слушаем алгоритм или записывайте, если хотите. Сначала мы создаем образное мышление тупика и безвыходности, позора, одиночества. Для кого-то, кстати, я хочу сказать, согласны со мной, что образ одиночества порой сильнее образа смерти. И некоторые люди готовы сказать, я бы и не против, может быть, умереть, только бы не остаться одной. Потому что образ одиночества для таких людей гораздо невыносимей, чем даже порой смерть. Бывают такие, ребята. Вот они пишут, да? Поэтому для вас, вот кто сейчас сказал про меня, вот я вам хочу, чтобы вы взяли красный маркер, вот не поленитесь, потому что мы пять недель будем этим заниматься глубоко, Алана, да, Ира. А подчеркните это красному, что для вас образ одиночества и будет являться таргетированной мишенью. Подчеркнули все, кто сейчас это понял. Это важно для вашей терапии, она уже у вас началась. Я не просто рассказываю хи-хи-ха-ха про зебру, которую мне присунули. Вот я никогда просто так ничего не говорю. Я, может быть, выгляжу иногда смешно, может быть, нелепо, может быть, как-то странно, но я никогда не говорю ничего просто так. Скажи, пожалуйста, а здесь есть моя клиентка, которая про Иру Хакамаду. Вот интересно, я не помню, она пошла на сезон или нет. Девушка, у которой случилось буквально несколько дней назад такая ситуация, вот она сейчас очень хорошо понимает, о чем я. Есть здесь девушка онлайн, которая про Иру Хакамаду я говорил? Где девушка удивилась очень сильно. Коротко расскажу. Один из миллионов примеров, что я не говорю просто так ничего. у меня была девушка на личной консультации на разовой буквально вот в эту субботу и проанализировав ее там личности и некоторые нюансы я ей дал определенные рекомендации помимо упражнений по панической атаке, упражнения по определенные упражнения по агорофобии и она пошла выполнять упражнения. Но помимо этого я говорил про основную терапию ее невроза и я ей сказал, что ей необходимы определенные сильные женские интроекты и я ей предложил интроект Ирины Хакамады и предложил ей посмотреть, когда в ее городе будет проходить ее семинар. наступает вечер суббота и наступает вечер субботы. Она мне пишет в скайпе и присылает фотографию. Она говорит, я пошла выполнять сегодня ваши упражнения и я просто в каком-то шоке находилась, потому что она пошла выполнять упражнения и вдруг очутилась перед большим баннером, где написано Ирина Хакамада в сентябре в нашем городе. В марте. В марте в нашем городе. Она мне пишет, это как вообще? Я говорю, вот так. Поэтому я вас очень хочу призвать, как бы я не выглядел смешно, нелепо, или казалось бы какие-то фразочки, знаете, такие вот между строк, я никогда не говорю и не делаю ничего просто так. Даже если я сам этого не всегда создаю. Поэтому послушайте меня. Так вот, по поводу образов. Да, есть ребята, у которых образ стыда и одиночества выше смерти. Но в целом сначала алгоритм. Мы создаем образ безвыходности, мы создаем образ общественного осуждения, одиночества и так далее. Внимание! Все это приводит к напряжению, которое вы начинаете проявлять и чувствовать физиологически. Все поняли? Про смерть тут еще нету. Вот то, что вы все писали, помните номер один? Помните? Ставим плюсик, кто помнит? Вы все писали, что первый образ, который приводит нас к неврозам, это смерть. Помните, да? Херос два, ребята. Смерть вообще в конце под названием образ смерти. Все понимают, о чем я говорю. Сначала вы создаете образное мышление безвыходности, тупика по конкретным жизненным обстоятельствам, чувство образа стыда, общественной изоляции, отчужденности, осуждения, одиночества. И вот эти образы нет, эти образы приводят вас к напряжению. Алана, понимаете? Сначала к напряжению. Все это поняли? Кто понял, что вот эти образы сначала приводят к напряжению? И это напряжение проявляться начинает в виде тахикардии, кома в горле, головокружения, слабости, фигавости, состоянием тревожности, если хотите. Это понятно всем? Слушайте дальше. Лотос открыли. именно вот это состояние вы вдруг начинаете интерпретировать как образ смерти. Вот он откуда приходит. То есть у вас образ смерти вырисовывается из физиологического состояния, которое уже является последствием вот этих других образов. Может быть сложно я объясняю или нормально? Нормально или сложно? Давайте еще раз повторю. Слушай внимательно, просто поздно уже у кого-то, может быть не заходит. Образ смерти изначально из эфсан отсутствует. Сначала образ безвыходности в жизненных ситуациях, образ стыда, образ неуверенности, общественной изоляции, это вот и есть ОКР, социофобия. Сначала возникают образы вот эти. Они приводят к напряжению внутреннему, сильному. И это напряжение возникает вегетативно. И уже от незнания вы трактуете вегетатику как смерть. Внимание дальше. Супер. Хорошо, что поняли. Когда у вас возникает образ смерти, самый первый раз, у вас, как и у всех животных, выстреливает адреналин на образ смерти. И вот это и называется панической атакой. Но проблема здесь заключается в том, что вы этого не знаете. И вам начинает казаться, что у вас сначала возникло какое-то заболевание, и вдруг возникают какие-то приступы. А потом, как это развивается у вас? У вас зафиксировался образ что вы чуть не умерли. Согласны? Вспоминайте, как это начиналось. Что вы чуть не умерли на работе, что вы чуть не умерли на улице, что вы чуть не умерли дома в одиночестве, что вы чуть не умерли в машине, а теперь внимание, что вы сделали. Слушайте меня внимательно, пожалуйста, очень внимательно сейчас. Это соль панических атак. Когда у вас возникла первая паника, все внимания сейчас, когда у вас возникла первая паника, или вторая, или третья, вы что-то сделали. Вы либо выбежали, либо пошли и выпили таблетку, либо кому-то позвонили, либо вызвали скорую, либо просто начали бегать суетиться, вы что-то делали. И вот здесь ваша животная часть синтерпретировала те действия как причину, почему вы не умерли. Поняли? Но вы сами этого не успели осознать. И зафиксировав это неоднократно, вы сами не заметили, как вы надрессировали свой мозг, что чтобы не умереть, когда проявляется какая-то непонятная хрень с организмом, надо что-то сделать. И вы даже это делаете на автопилоте. Как только возникает вегетатика, у вас уже рука сама потянулась. Согласны? Ноги сами пошли домой, рука сама потянулась, ноги сами побежали, телефон уже набирается, скорая набирается, измеряется пульс, принимается какая-то таблетка и так далее. Вы начинаете суетиться, потому что вы успели привыкнуть к тому, что чтобы не умереть, надо что-то делать. Поэтому пишем сейчас красным по-белому. Я заклинаю всех паникеров, кто хочет справиться, кто хочет справиться с паническими атаками, пишем, черт вас дели, тем более вам бесплатно этот вебинар на ютубе выложим. Люди годами шли к этому, а вы соизволили посмотреть. Но не вы, мои участники, вы заплатили великую сумму денег, аж пять тысяч или шесть с половиной, а кто-то даже три с чем-то и четыре. Это великие деньги для многих людей. Но спасибо вам за это. Но вопрос заключается в том, что вы должны сейчас мне понять. Пишем. Выпишите на лист все действия, которые обычно вы делаете, когда у вас возникает сука вегетативное напряжение. Что вы делаете? Не надо в чат только писать. На лист пишем. Я пока кофейку выпью, потому что работать до трех часов. Мне готовить еще вам эту копию на вебинар. Готовить завтрашний тренинг, мини-группа завтра начинается в 12. Я еще не скоро спать лягу. Вы пишите все, что вы делаете. Если ничего не делаете, ничего не пишите. Что вы делаете? вспомните, как это происходит. Вы куда-то звоните, вы бежите на кухню, вы бежите покупать какие-то таблетки, звоните в скорую, стараетесь быть рядом с кем-то и так далее. пишем. Первое правило терапии панического расстройства это перестать вообще что-либо делать во время паники, а еще лучше во время начала вегетатики. То есть смысл, слушайте меня внимательно, в том, если мы говорим про паническую атаку, как только у вас, там же какой алгоритм. Сначала помните вегетатика, образ смерти, действие. Еще раз у вас вегетатика, интерпретация образ смерти, действие. Мы должны с вами действовать с конца. Первое вы ничего не делаете во время начала вегетативного напряжения. вы вообще ничего не делаете. Вы просто забиваете на какие-либо действия, направленные на спасение. Никаких таблеток, никаких тонометров, никаких изучения пульса, никаких валидолов, волокардинов, гидазепамов, феназепамов, бибарбитуратов, кровололов и прочей хрени. Никаких звонков. Андрей, ты не корова, чтобы сливать тебе адреналин. Кто тебе сказал такую глупость? Сейчас объясню про адреналин. Слить клапан открыть, надо слить адреналин лишний. Отсосите мне адреналин, пожалуйста, его что-то многовато. Сейчас объясню про эту иллюзию, про сливание и пережигание адреналином. Надо пережечь адреналин, что за пиздец? Это надо полностью не знать физиологию человека, чтобы пиздануть в интернете пережечь адреналин. Как это простите? Сейчас объясню. По поводу отсасывания адреналина сейчас скажу, Андрей, куда его слить. Сейчас объясню. Так вот, вы начинаете полностью бездействовать. Первое записали бездействую. вы никуда не идете, как в анекдоте старом еврейском, уже никто никуда не идет. Вот началась вегетатика, улыбнулись, сказали заебись, прекрасно, моя вегетативная нервная система работает как у животного нормально. Никакого образа смерти у меня нет в голове, это просто вегетативная иннервация, потому что мой муж или моя жена или какие-то причины есть на это. Я никуда сейчас не побегу. Я не буду просить о помощи, как долбоеб бегать по офису. Я не буду как истеричка орать помогите, 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 убираем. 35 раз уже в этом месяце. Я не буду ничего делать. При этом не надо себя обманывать. Многие клиентки делают так. Слушайте внимательно. Ой, блядь, ой, так, только ничего не делать, красиков сказал ничего не делать. Блядь, как же ничего не делать. Только мне мирить. Господи, не надо. Господи, Так, пожалуйста. Мама, может скорую? Подожди, мне красиков сказал ничего не делать. Ай, как плохо мне! Не надо так делать! Нет, не так! Не так! Это не то! Поняли? Это не так! Слушай меня внимательно! Вот это же! Когда меня отпустят? Когда меня отпустят? Вызови скорую, пошел у нахер! А как тут можно ничего не делать? Я сейчас умру! Нет! Нет! Не так! Слушайте меня внимательно! Когда у вас возникает вегетатика, первое, что вы делаете, вы улыбаетесь. Не надо себя обманывать и создавать, что, блядь, а может, все-таки помру, а может, Красиков пиздец обманывает, а может быть, все-таки вот этого вообще в голове быть не должно. Все! Точка! Поняли? Не должно быть в голове никакой истории про то, что я пиз... что я вас обманываю, что вы можете умереть. Вообще никакой мысли по этому поводу. Вы сказали, встали, ее ударили себе по щеке и сказали, хватит, блядь! Никакого образа смерти нету! Все! Заебало! Это просто, сука, вегетативное напряжение из-за эмоций. Все! Хватит придумывать себе смерть! Жестко сказали себе это, чтобы не было никакой истории о том, как вы сейчас умрете, просто надо продержаться. Нет! Не надо себя обманывать! Ой, доча! Доча! Ой! Ой! Нет! Не так! Встала на ноги свои и сказала себе, хватит, блядь! Нету никакой смерти! Это просто, сука, вегетативное напряжение. Потому что либо у меня муж долбоеб, либо я от матери завишу, либо я просто перенервничал из-за того, что я просто не знаю, как поступить. Но это не приступ. Второе. Ты ничего не делаешь. Ты не суетишься. Ты никуда не бежишь. Ты стойко сказала себе это и продолжила делать то, что ты хотела делать. Если ты ебашивал на работу, продолжила туда идти. Если ты шел по делам, продолжил идти по делам. Понимаете? Вот это очень важно. Продолжить тот путь, который вы делали. Никаких... Ой, вы знаете, Маргарита Семеновна, мне что-то так плохо сегодня? Я дома отлежусь, ладно? Вот этого говна быть не должно. Если ты не любишь свою работу и у тебя невроз начался, потому что ты, блядь, уволиться не можешь, мы это с тобой обсудим на этом семинаре пятинедельном. Понимаете? И еще раз повторяю. Началась вегетатика. Встали, улыбнулись, показали большой и волосатый болт своему образному мышлению и сказали, ни-хи-ра, ты меня не испугаешь, мой образ. Нету тут смерти, сука, никакой. Это просто вегетативное напряжение из-за эмоций моих. И продолжили делать то, что вы делаете. Но если вы будете заедать таблетками, если вы будете разворачиваться на полпути, а вы чё, сука, не приключилась, тогда сидите и не пиздите, что вам ничего не помогает. Ты просто не способна взять себя в этом смысле в руки и сказать хватит. Вот мужу ты можешь сказать заебал, хватит, а себе не можешь, понимаете? Но ты всем окружающим можешь сказать, как они достали, хватит, себе скажи, достала, хватит, всё, всё, образы закончились, хватит, всё, вегетатика, паника, всё это нормально. Вот и вся терапия, совершенно верно, панических атак во всяком случае. Если ты просто встанешь и скажешь, ну чё, блядь, всё, хватит, всё, взяла себя в руки, дальше пошла, хватит придумывать себе, не будет ничего. Не будет ничего. Поняли меня? Молодец. Супер. Слушайте, вот эта история про вторичную выгоду, мы её, конечно, обсудим, но я вам хочу сказать, не нужно на это надеяться упаковать. Не нужно на это надеяться. Понятно? Понятно? И ещё раз объясняю. Начались вегетативные напряжения. Встали и дали себе по вашему красивому лицу и сами себе сказали, хватит создавать образ, что ты вот-вот умрёшь. Второе. Перестали что-то делать. Сейчас я про 33 объясню, подожди, не спеши. И перестали что-то делать. Третье. Вы можете после того, как вы улыбнулись просто поиграть с этим образом. Это не приступ. Это ваше же мышление. Смотрите, что будет происходить. Слушайте меня внимательно. Кто ещё слушает меня здесь? Вообще кто-нибудь остался или все уже поубегали? Может поубегались? А, 150 человек. Нормально. Вот они уже разбежались. смотрите. Слушайте меня внимательно. Кстати, про обсессии туда же почти будет. Когда вы встали и сказали себе хватит придумывать себе образ, дали себе по лицу и перестали убегать, вы должны с собой начать играть. Сказать, ну чё, блядь, давай, где образ-то? Где мы сегодня будем помирать? Давай-ка придумаем вот это. А может быть сегодня вот здесь подохнем? Нет, а давай сегодня подохнем вот здесь. А может быть здесь? Давай сильнее. Чё-то как-то слабо ты сегодня придумываешь. Ну чё, Захарна, где сегодня будешь помирать-то? Под этой лавочкой или под этой? А ну-ка, Людк, встань-ка, я тут прилегу, помру. Ну и сойти с ума можно так же. Где сегодня буду сходить с ума? Сегодня буду сходить с ума возле дома Зинки Михайловны. Отлично. Поехали. Чё-то сегодня не получилось. Давай-ка я завтра попробую. То есть вы должны научиться сами над собой юморить и сами над собой стебаться. тогда у вас всё получится идеально. Кто это уже прошёл? Поднимите руки. Кто здесь, чтобы работать дальше? Вот поставьте плюс, кто всё это уже давно сделал и понял. И он здесь просто для когнитивной терапии. Супер. Ребят, потерпите. Я знаю, что тут много новичков. Я знаю, что вы здесь уже без паники, с напряжением. Но я хочу новичкам рассказать. Тем более, первый урок будет в Ютьюбе. Потерпите чуть-чуть, окей? И мы перейдём к самым основным технологиям. Все поняли, я успел захватить часть панических атак? Вадим, рецидив паники быть не может. Запомните раз и навсегда. Не может быть рецидив. Вот смотрите, если вы не видите причин для опасности этого маркера, поднимите просто руку, кто считает, что этот маркер опасен? Кто считает, что этот маркер опасен? Кто считает, что этот маркер опасен? Как это экран чёрный? Ты что? Кто считает? Никто не считает. А теперь ходите эксперимент. Здесь кофе. I'm loving it, McDonald's, тарарам. Да? Кто считает, что кофе опасен? А тут уже сука задумались, да? Кофеин, давление, блядь, а может поднимется, вот меня накроет, если я кофе выпью, согласны? Вот эта ваша хуета в голове уже начинает подниматься, согласны? Стоп! Внимание, слышите меня, что когда я показал вам фломастер, вы сказали, да чего он гонит, ну как он может быть опасный? А когда я вам показал кофе, вы сказали, да, блядь, вот здесь, вот как бы да. Внимание, вопрос, что я сейчас вам показал? Что я сейчас вам показал? я показал вам, что такое интерпретация? Образы. Верно, Оксана? Я показал вам, что такое образное мышление. Когда я показал вам маркер, вы не нашли аргументов для того, чтобы объяснить себе, что это опасно, правильно? Когда я показал вам кофе, вы смогли найти аргументы, чтобы подумать, что оно опасно. Вот точно так же с вашей вегетатикой. Поэтому рецидивы панических атак не могут быть, если вы вегетатику трактуете как маркер. Поняли секрет? Если вы вегетатику трактуете как кофе, ну может быть, блядь, все-таки у вас 100% будет рецидив. Все поняли этот секрет? Поняли? Вот, Вадим, вот он круто, супер кейс, разобрали только что. Поэтому вывод, чтобы избежать рецидивов, спасибо, вам необходимо превратить интерпретацию вегетатики в маркер, а не в кофе. Поняли? И когда вы себе, молодец, Ирочка, когда вы себе вот так, как я вам сказал, заебашите по лицу со словами блядь, хватит, и дальше начнете специально посещать все места, которые вы избегали, выписываем, можно тоже это сейчас написать, пишем список всех мест, где вы считали, что у вас, помните, по первому образу, возникнет вдруг приступ. вы должны в каждом месте прийти туда, вот так вот, блядь, встать и сказать, ну что, блядь, давай, давай, сука, давай я, чтоб тут подохло нахер, блядь, чтоб я тут подохло, погнали, три, четыре, опа, опа, давай, умираю. И когда вы это сделаете, в каждом месте вашего списка, и пока вы нахер не подохните, чтоб вы оттуда не ушли, не получилось подохнуть с первого раза, подохните со второго, блядь, с третьего, но чтобы, сука, список был вычеркнут полностью. Через две недели у каждого человека должен быть вычеркнут нахер список всех мест, в котором он думал, что он, сука, скончается. С завтрашнего дня вы пересматриваете этот фрагмент, берете его с собой пока что для морального настроя, особо верующих, блядь, и идете подыхать на автобусах, в трамваях и в площадях, где нужно встать, дать себе поебалу, простите меня, и сказать то, что я сегодня вам говорил. И в спортзале в том числе. Ребята, я только вот разогрелся и только перешел к теме упражнений. Я надеюсь, вы сегодня узнали на первом вводном занятии многие вещи, которые вам потребовалось. В том числе набрались немножечко понимания о том, как будет выглядеть восьмой сезон. Все уже поняли, что он будет весьма какой, такой забавный. Соль сегодняшнего занятия, их несколько, но самое главное, что я хочу, чтобы вы запомнили, что такое образ. Поэтому главное слово сегодняшнего занятия это образ. 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 Образ, сука. Вот, что я хочу, чтобы вы запомнили. Воевать вам надо не с сосудами, а воевать вам надо с образом, с образом мышления. Жанночка и все остальные потом когда вы поймете вот эту херню про паники и так далее, мы начнем воевать с вашим образом мышления. Муж, жена, дети, безвыходность, тупик, реализация, профессия. Всем понятно, с чем мы будем здесь заниматься. Сезон будет жарким, я восстановился очень сильно на Бали под цветными водопадами, ну и так далее. Я всем еще с острова говорил, что восьмой сезон будет огонь. Спасибо, что пришли. Ребята, копии вы все получите уже завтра. Пожалуйста, пересмотрите. в четверг. Ссылка та же. Ссылка та же. Приходим и продолжаем заниматься. Те ребята, кто посмотрел это видео в Ютьюбе, я сожалею, что вы не попали на полностью восьмой сезон, но я, как и в прошлый раз, сделаю вам возможность прийти на восьмой сезон со второго занятия. Вы заплатите ту же самую стоимость, что и за десять уроков, но за девять, потому что первый вы просмотрели бесплатно. Я рекомендую вам еще раз подумать, если вы действительно хотите, приходите. Вот эти двести двадцать семь человек вот уже поняли, что я, сука, не слезу с них, пока они вдолблю в них в каждого навыки управления собственными эмоциями посредством образного мышления и контроля над образами. Именно контроль над образом делает героев. Не хотел об этом. Именно образ того, что вы вкладываете в то, что вы делаете, и заставляет вас испытывать определенные эмоции и поступки. Или бояться исцекливо поджимать хвост. В то же время образ зависти и так далее. Поэтому я буду вас учить именно эмоциональным управлением. К тому же вы видите, что я достаточно эмоциональный человек? Ну, вы видели, да, что я подаю информацию весьма эмоционально. И если вы посмотрите на ведущих тренеров мира, мы все такие, ну, с приписью, видели? Вот это вот. Понимаете? Вы что думаете, вегетатика, она как бы в этот момент не работает, что ли? Она работает, мама, не горюй. Но вам надо дать энергию, дать заряд, если хотите. Поэтому я не могу назвать себя безэмоциональным. Но не путайте безэмоциональность и рациональность. Спасибо вам большое, что выбрали канал Невроза Мегаполиса и меня лично. Я рад, что вам понравилось первое занятие. Увидимся с вами в четверг. Первое домашнее задание для тех, кто испытывает панику, это то, о чем мы говорили сегодня в конце по поводу бития себя по образному мышлению. Увидимся в четверг и будем говорить об УКР, ипохондрии, депрессии и так далее. И потихонечку переходить в технологию когнитивной терапии уже самой методологии. Спасибо вам большое. Доброй ночи. Ваш Алексей Красиков в канал Невроза Мегаполиса. Это восьмой сезон. Мы скоро продолжим. Спасибо. Счастливо. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...